На следующей странице нашего тележурнала поговорим о тех, кто оказывает большую поддержку в воспитании наших детей, а точнее об истинном мастере своего дела. Тюменко Елена Брылина стала лучшим дефектологом страны. Она вошла в пятерку финалистов всероссийского конкурса, который прошел накануне в Москве. Талантливый педагог умеет найти подход к любому ребенку. Как ей это удается, расскажет Юлия Сауляк. Воспитанники Елены Брылиной нуждаются в особом внимании. Этот детсад посещает малыши с нарушениями речи, мышления, поведения. Но педагогу каждому удается найти подход. Своим мастерством она и удивила жюри в Москве. На конкурсном задании смогла разговорить совсем незнакомого ребенка с аутизмом. Мне сказали, что будет с ним очень тяжело, он не пойдет на контакт. Но за 20 минут нашего занятия мы не только нашли контакт, но педагог, который занимается с ним, сказала, что она от него этого не ожидала. Вот и шестилетний Данила еще год назад испытывал трудности в общении. Была задержка речевого развития. Сейчас мальчик активно играет со сверстниками и с удовольствием рассказывает о своей жизни в садике. Здесь много игрушек. Мы раз, а больше самолеты. Ищет аструктор. До этого мы ходили в другой садик. Там мы шли каждый день со слезами. Здесь мы идем с удовольствием. И, конечно, для меня, как родителя, это очень важно. Завоевать детское доверие ей удается через игры. А инвентарь для них Елена Брылина нередко мастерит сама. Вот интерактивная картина, которую с радостью создают малыши. Идею педагог подсмотрела на одном из семинаров. А живое полотно изготовила из куска ковра. Я тоже люблю гулять под дождиком. Зонтик у меня зеленый, а у девочки зонтик голубой. У меня ребенок не слышал. Многих вещей не понимал. Благодаря занятиям с Еленой Николаевной у нас просто кардинально многие вещи поменялись. Радость у нас такой педагогический состав, который позволяет нашим деткам реализовать себя в жизни. А это методика цветовых тренингов. Также специально адаптированная под воспитанников садика. Раскладываем. Вам нужно разложить все игрушки. За каждым новым умением или словом особого ребенка стоят дни, а иногда и месяцы кропотливой работы педагога. Саша у меня занимается второй год. Улучшение в поведении вижу однозначно. Развитие идет, то есть восприятие, память, воображение какое-то. Про Елену Николаевну могу сказать только хорошее. Я хожу на свою работу с удовольствием, и я детей воспринимаю такими, какие они есть. И я им стараюсь помочь и раскрыть их как можно лучше с разных сторон. Уже через год ее воспитанники отправятся в школу, а педагог с радостью встретит новых, чтобы научить их понимать и любить окружающий мир вопреки всем препятствиям.